48 сотрудников производственного объединения «Старт» приняли участие в ежегодном конкурсе профмастерства. Соревнование проводилось между представителями рабочих профессий – это токари, слесари и фрезеровщики. Конкурсанты были разделены на две возрастные группы – опытные и молодые рабочие. Я бы, во-первых, хотел бы выразить вам благодарность за то, что вы принимаете участие. Ведь то, что вы участвуете, значит вы хотите… Конкурс профмастерства – это что? Это… И в нем участвуют те люди, которые хотят либо подтвердить свое мастерство, либо доказать его, если молодежь это. И, в принципе, это здорово. Два дня работники производственного объединения «Старт» соревновались в мастерстве. На последнем этапе им пришлось приложить максимум профессиональных умений и старания. Конкурс состоит как бы из двух этапов, наверное, можно основных. Это теоретическая часть, практическая. Теоретическая часть проходила днем раньше. Были задания в виде теста. Участники должны были ответить на ряд вопросов. Финальная часть конкурса – самая сложная, практическая. Конкурсантам предлагалось изготовить деталь по представленным чертежам. Время на выполнение задания было ограничено. Основная задача конкурса – это пропаганда мастерства, скажем так. Ну и как бы вторичный слой этого конкурса – обмен опытом. Потому что, видите, участвуют лучшие представители цехов. Потому что на заводской конкурс выходят специалисты, рабочие, прошедшие отборочные среди цехов конкурса. Быть высококлассным рабочим не только престижно, но и выгодно. Победители заводского конкурса получат весьма ощутимые денежные вознаграждения. 6 тысяч рублей за первое место, 4 и 2 тысячи за второе и третье соответственно. Наталья Елистратова, Олег Хабибуллин, телерадиокомпания «Заречный».